История мира Варкрафт. Глава 10. Первые расы, Таурены и их потомки. Первобытные Таурены были замечательными охотниками. С давних пор они умело читали следы, а также использовали эти навыки во время сражений. До наших времен сохранились легенды о их самой большой охоте. Белый Олень и Луна. В сердца своих светлых детей Мать-Земля вложила любовь к охоте, ибо создания первого рассвета были злобными и жестокими. Они прятались от Матери-Земли в темных и глухих уголках мира. Шухало охотились на них везде, где находили, и укращали их нрав с благословления Матери-Земли. Но один Великий Дух ускользнул от них. Это был Апоро, которого ночные эльфы назвали Малорном, гордый белоснежный олень. Его рога упирались в небеса, а его сильные копыта оставляли глубокие следы по всей земле. Шухало долго охотились за Апоро, но в конце концов сумели окружить гордого оленя. Пытаясь спастись, Великий Олень прыгнул на небо, но зацепился могучими рогами за звезды. Как ни старался Апоро вырваться, ничего у него не вышло. И тогда его нашла Муша, которая гналась за своим братом Анше. Она увидела, как могучий олень борется за свою свободу, и тотчас же в него влюбилась. Хитрая Луна договорилась с Великим Оленем, что освободит его в обмен на его любовь. Желание Муша исполнилось, и она зачала от Апоро ребенка, который родился темной ночью. Он получил имя Кенарий и бродил по звездной тропе между пробуждающимся миром и небесным царством. Прошло время, и Кенарий стал сильным, как его великий отец. Брат деревьев и звезд, этот великий охотник странствовал по миру, напевая умиротворяющую песню рассвета. Все живое склонялось перед его грацией и красотой. Никого на свете не было мудрее сына Луны и Белого Оленя. Со временем Кенарий стал другом Шухало и рассказывал им о мире. Дети Земли назвали его своим братом и поклялись помогать ему в заботе о полях жизни и любимых созданиях Матери Земли. Кенарий научил их разговаривать с деревьями и травами. Шухало стали друидами и совершили множество деяний, приносящих Земле пользу. Многие поколения Шухало охотились вместе с Кенарием и хранили Землю от темных сил. Ненависть кентавра Когда рассветные туманы рассеялись, наступили дни, которые мы помним. Кенарий ушел по своим неизведанным путям. Из-за его ухода Шухало, нареченные Тауренами, впали в отчаяние и забыли многое из того, чему он их учил. Сменилось поколение, и они разучились говорить с деревьями и травами. И тогда их ушей вновь стали достигать темные голоса из недр Земли. Дети Земли не слушали темных голосов, но их постигло страшное проклятие. Из темных западных земель пришли орды кровожадных существ – кентавров. Каннибалы и разрушители, кентавры набросились на Шухало, как саранча. Даже поклонение матери Земли не помогло смелым охотникам одолеть эту напасть. Хотя в те времена, впервые встретив первых троллей, Таурены и обрели могучего союзника, кентавров было не счесть. Шухало навсегда покинули родные земли и стали кочевать по бескрайним равнинам. Но они хранят надежду, что их племена найдут новое пристанище под сенью любящих рук Матери-Земли. Тысячелетние войны с кентаврами сильно сократили популяцию тауренов в Азероте. Разбредшиеся по всему континенту таурены стали началом других рас, а также породили немало истории о себе у других жителей Азерота. Яунголы Тысячи лет назад несколько племен тауренов оказались заперты на юге Калимдора. Этим умным и выносливым существам пришлось приспосабливаться к суровым условиям новой родины и учиться выживать. Так они превратились в яунголов-кочевников. Они считали земли Танлунских степей своими и жили там, несмотря на все опасности. Таунка Таунка – люди-бизоны. Их шерсть длинная, пепельно-серого или снежно-белого цвета. Издали они напоминают тауренов, особенно женщины, но если присмотреться, они сильнее и грубее их. Самое главное отличие от тауренов – у Таунка более плоское лицо. В остальном они схожи – те же парные копыта на ногах, те же рога на голове. Когда-то давным-давно эта ветвь отделилась от тауренов и считалась давно вымершей. Но они нашли способ выжить. Эти крепкие, жилистые существа привыкли к холодным пустошам Севера Калимдора, где порой и представить-то трудно, как может удержаться что-то живое. Столетия за столетием таунки подчиняли землю и стихии своей воле. В отличие от тауренов, им не посчастливилось жить с природой в ладу. Напротив, они были в вечной борьбе, где залогом победы были упорство и беспощадность. И только смерть является концом их бесконечного противостояния самому жестокому краю Азерота. У таунка особые отношения с духами стихий. Они их уважают, но там, где они живут, стихии и элементали слишком строптивые, так что их шаманам приходится убеждать их силой. С отдельными злыми представителями иного мира бизонолюди беспощадно воюют, иногда даже несколько поколений. Об этом гласит легенда о битве воина штормового копыта и северного ветра. Легенда о Роге Легенды о Роге неистовства стихий давным-давно ходили среди таунка. Поколения героев выросли на этих преданиях и, возмужав, отправлялись на его поиски младые сыны, но тщетны были их усилия. Был среди них и отважный воин штормовое копыто, что отринул семью и родной край ради погони за мечтой. Сражаясь со стужей и яростными элементалями ледяного клинка, штормовое копыто в одиночку покорил неприступную гору, где на вершине ждал его сам северный ветер. Зная, что повелитель бурь не отдаст Рог без боя, могучий рыцарь бросил ему вызов. Пять дней без передышки штормовое копыто сражался с ветром. И вот, на закате шестого дня он, наконец, изгнал его с вершины ледяного клинка. Теперь Рог принадлежал ему. Израненный и усталый штормовое копыто отправился в обратный путь. Но северный ветер не собирался сдаваться. Он призвал к себе армию младших элементалей и напал на штормовое копыто, когда тот уже приближался к родному дому. Утомленный долгой битвой, воин не смог оказать достойного сопротивления и пал жертвой мести северного ветра, который отобрал у него Рог и разломал его на две части. Из обломков он сделал блестящие безделушки и подарил их своим верным союзникам, могущественным вождям горлоков, северным потомкам мурлоков, обретших сознание. На этом месте текст обрывается, но под ним кто-то, возможно сам Укротитель Ветров Барах, сделал следующее дополнение. По велению Северного Ветра, великие горлоки передавали эти реликвии из поколения в поколение, от отца к сыну. И в настоящий момент обломки Рога хранятся у вождя Бурбул Гугля и вождя Гургул Бугля. В следующем выпуске к нам заглянет сам Бран-Бранзоборот, и вы узнаете его мнение о Тауренах. Видео создано командой XDelayed. Ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на наш канал, а также заходите на наш сайт и паблик ВКонтакте.